Внимание, послушайте объявление, подойдите поближе сюда, мне удобнее говорить, когда ближе. Вчера мне позвонил один человек и говорит, а вы знаете, что Патриарх Кирилл будет в Алтайском крае, где-то в 20 чисто сентября. Вы не думали его пригласить в Патриарху? Так это для меня неожиданно было. Ну я договорился, теперь он митрополит Сергий, если я ему дам сигнал, то он наберет меня, чтобы не с меня деньги высчитывали. Ладно, дал звонок, ничего нету. Он говорит, я не всегда гляжу сразу, он меня говорил уже. А потом, ну, а я у батюшки был, говорю, ну, на разорение пошел, буду сейчас звонить, пока не ответят. Ну, а у него-то высветилось, а кто звонит-то? И вот он, первое слово, о, дорогой мой, да мир тебе. Ну, тут уже разговор пошел хороший. Я говорю, я, Владыка, слышал, что Патриарх приезжает. Ну, да что оно тут? Зовите его к нам, потеряю. У Патриарха-то сколько всяких неприятностей, то со священниками, то с епископами. Административная работа. А тут он отдохнет. Он тут на небо посмотрит открыто. Тем более Патриарх говорит проповеди, чтобы миссионерством занимались. Я говорю, у нас группа только что вернулась с Баренца в море. Дальше Финляндия только. Он улыбается, слышу, говорит. А я знаю, что его впереди охрана и сзади. Так тут они же знают, так называемые пацифисты. Мы за мир. У нас тут подвоха никакого нет. Но они заранее могут машины, две тут снайперов выслать, садить, говорится, на крышах. А сохранить. Патриарха, первое лицо в государстве. Так вот у меня просьба к вам, помолитесь. Потому что самое невероятное Бог может сделать. Захей думал ли, что к нему зайдет не Патриарх, а Христос. Его затолкли, он маленьким ростом был даже никто и не думал. Тем более презираемый людьми. Ну, он подумал и полез на дерево. Вот я лезу на это дерево. Может быть, увидим Патриарха. Если Патриарх приедет, а я ей говорю, Владыка, видели сон, и видно пророчески, что Патриарх идет с хоругвами, со священством, большая такая вереница, и заворачивает к нам на Ползуново. И мы долго с ним беседуем, и Патриарх в конце подвел, говорит, беседа была у нас, говорит, хорошая и конструктивная. И кто этот сон-то видел? И мне говорит, это пророческий сон. Патриарх придет все равно к вам в гости. Ну, то есть невозможного ничего нет. Поэтому я прошу, помолитесь. Если не так, значит, он занят, не смог. Гора, говорит, не идет к Магомету, Магомет пойдет к горе. Вот у меня такая для вас новость. Вчера мы разговаривали с ним, и батюшка тут я передал телефон, он поговорил. Батюшка собирается к нему в гости заехать. Я говорю, а ты в письменном виде, объявление-то на бланке, с пищатью, ну и к Патриарху, и попроси Сергия, чтобы передал. У него маршрут. Если маршрут уже выберен, то охрана не разрешает нигде останавливаться. Они даже его сохранить. Но еще целый месяц они могут в маршрут, потеряевку, поставить. Вот это было бы, конечно, хорошо. Патриарха мы любим, мы молимся ежедневно о нем, чтобы Бог его сохранил от всего неугодного Богу. Все у меня. Субтитры создавал DimaTorzok